Я нахожусь на древнем кладбище, которое называется Майпе. Испанцы его называют еще Мальпоис, плохое место. Это кладбище аборигенов в острове Гран-Канарии. За моей спиной вы видите могилу, прекрасную могилу, сделанную аборигенами тысячу лет назад. Все сделано из лавы. Лава когда-то смертельным огнем выжгла эту территорию, превратив ее в мертвое пространство. Мертвое пространство, которое совершенно бесплодно. К этому пространству аборигены приносили своих покойников и строльные могилы. Не знаю, как они это делали. Камни, на которых они ходили, очень острые, ходить босиком невозможно. Аборигены любили ходить босиком и имели самые примитивные ботинки, которые используют только для похоронных работ в таких местах, как здесь. Могилы собраны подобным образом. Вот эта могила, судя по всему, какого-то ребенка. Очень небольшая, но интересно, посмотри, как она устроена. Вот могила, судя по всему, обычного человека. А вот эта могила, возвышающаяся красиво над общим пейзажем, она такая очень характерная, в два уровня, называется могилой короля. Ну, по преданию местных жителей, так они считали ее, называли. Они верили, что не похоронен король, потому что она возвышается над всем пространством, очень хорошо сохранилась, красивая. Но когда археологи изучили ее, вот исследование, оказалось, что в этой могиле, тумба-де-рея по-русски означает могила короля, в ней находились двое человек, похоронены одновременно. Это была 25-летняя девушка и 5-летний ребенок. Вот тут написано. Интересно, что произошло? Какова была история этих людей? Наверное, это была на самом деле какая-то высокопоставленная девушка, которая похоронилась таким почетом ее ребенка. А возможно, это какая-то совершенно дикая и неизвестная нам история из мира аборигенов. Кто знает, в любом случае, это развивает какое-то мистическое переживание и философские размышления. Подобное место, подобная могила, подобный вообще антураж. Ведь тут, на этом фоне, происходят совершенно удивительные вещи. Вот крутится пропеллер, который подает энергию этому прекрасному белому городку, о котором я даже стал мечтать. Сегодня я посетил его, погулял по его улочкам, пообщался с его людьми. Очень мило, на самом деле, очень мило и добро. Я даже стал мечтать, что я буду жить на одной из его улочек когда-нибудь, с какой-нибудь прекрасной мулаткой, вроде Юлии Гомес, на улице, выложенной камешками из моря. Как это прекрасно мечтать. Но всегда нужно помнить, что прекрасные белые голодки с улицами, с камешков. Всегда оттенены темными пространствами мертвой лавы, в которую закопаны мертвецы, которые жили когда-то в этом городе. Или жили даже до его появления, как тут. Но эти пространства незаметны, не так ярко виден контраст. Но тут это очень хорошо понятно. Тут вечное небо, в котором летает ветер и дает энергию жизни для этого города. Это все наше бытие. А вот тут мы находимся на границе другого, потустороннего мира, вырвавшегося из глубин вулкана. И находясь в таком месте, оскрывая каждую могилу, можно предаться размышлениям о смысле бы жизни, о том, что нужно сделать до того, как темная лава поглотит нас, и мы будем похоронены в одной из таких могил или в всем другой. Но какая разница? В любом случае, нас ждут вот такие вот времена. И ждет нас не просто времена, а целая вечность. вот абориген или аборигенка. Смотрите, какие длинные ноги были у этого человека. Они были высокие, до метра девяносто, в отличие от полутора метровых испанцев, которые перебили все в конце концов. Надо, прежде чем мы станем костями и памятью у других людей, которые, в принципе, выветрятся намного быстрее, чем ветер разрушит кости и дождь. Надо выполнить свою миссию на этой земле. Надо быстренько каждому из нас понять, какова наша миссия. Подул ветер. Я не слушаю. Поняв, какая у нас миссия, нужно приступить быстро к ее исполнению. Кому-то книгу писать, кому-то детей рожать, кому-то и то, и другое. Но главное, не обманываться. Главное, делать свое дело. Времени очень мало, ребята. Потому что впереди у каждого бедного, богатого только вот это. Спешите, друзья мои. Спешите жить в прекрасных белых городках, пока темная лава не поглотила вас. И вы не стали скелетом, обдуваемым ветром, обдуваемым дождем.